МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С новостями на Орен-ТВ наш корреспондент и я, Александр Жарков. Итак, сегодня в выпуске. В Оренбурге совершено тройное убийство. Погибли известный предприниматель, его супруга и водитель. Из правительства в нефтянку Вера Баширова, вероятно, приступят к новой работе. И житель Оренбурга требует компенсацию от мэрии за повреждение своего дома. Тройное убийство в Росташих-2. Сегодня утром в своем доме были обнаружены тела члена общественной палаты в прошлом начальника Оренбургского отделения ЮЖД, руководителя оренбургского филиала «Газпромтранс», его супруги и водителя. Вместе с оперативно-следственной группой на месте побывали и наши корреспонденты. Здесь, в поселке Росташи-2, в доме по улице Самарской, произошло тройное убийство. Погиб 58-летний руководитель Оренбургского филиала «Газпромтранс», его супругу-убийцу не пожалели даже водителя «Мерседеса». В настоящее время работает оперативно-следственная группа, собирают отпечатки пальцев, изучают записи камер видеонаблюдения. Вероятно, одна из камер видеонаблюдения запечатлела момент, когда предполагаемый убийца покидает место преступления. Люди в черных кофтах с капюшонами и в масках выходят из дома, садятся в припаркованный «Мерседес». Возможно, они планировали на нем уехать, но затем покидают машину и спешно уходят. Тело хозяина дома обнаружил домработница. По нашим данным, его ударили ножом в сердце. Рядом с трупом преступники бросили пачку денег. В этот понедельник на работе Андрея Бахарева не ждали. Еще в пятницу директор филиала «Газпромтранса» написал заявление на отпуск. По словам соседей, в прошлом году в семье Бахаревых погиб сын. И вот очередная трагедия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Рассматривается несколько версий. Не исключено и заказное убийство на профессиональной почве. К другим криминальным новостям и происшествиям вернемся позже, а пока к другим событиям. Вера Баширова, вероятно, будет давать советы. Стало известно, что теперь будет работать вице-губернатор по внутренней политике в нефтяной компании. Ей уготовано место советника генерального директора нефтегазовой компании «Сладковско-Заречная». В приемной подтвердили, что Вера Баширова сегодня приходила для устройства на работу. В отделе по персоналу рассказали, что документы на оформление. Наши коллеги с портала «Уриндэй» запечатлели момент, когда Вера Баширова входила в здание офиса нефтегазовой компании. Компания, которая осуществляет геологоразведку и добычу в Оренбургской области на трех нефтяных местонарождениях – Кашинском, Сладковско-Заречном и Яснополянском. Уже несколько лет название компании фигурирует в скандальных историях в Ташлинском районе. Люди жалуются на постоянный запах сероводорода, плохое самочувствие селян, в реках дохнет рыба. Возможно, в полномочии советника, который приходит с должности вице-губернатора по внутренней политике, будет входить именно в взаимодействие с населением на проблемных участках. Какие же точно должностные инструкции будут у новой сотрудницы, пока не сообщают. Тенденцию становиться советниками после увольнения из последнего состава правительства начал сам экс-губернатор Юрий Берг. После отставки в скором времени он появился на публике уже в качестве советника, руководителя крупной металлургической компании УГМК. В Медногорске он поздравлял жителей от лица генерального директора УГМК «Холдинг». Правда, до сих пор нет информации, какие функции возложены на этого советника. Ранее такой должности не было указано. К слову, должности советника не было и в нефтегазовой компании «Сладковско-Заречная». Возможно, опыт экс-губернатора сподвиг с согласия представителей бизнес-структуры его бывшую подчиненную последовать примеру. Хотя после отставки губернатора она намеревалась работать и дальше с ним. Я человек команды своего руководителя. Работала с ним 9 лет на посту губернатора и 5 лет в администрации Орска. И дальше буду работать с ним. Напомним, после ухода с поста Юрия Берга, Вера Баширова была первой, которая покинула правительство. Формулировка была обычная, по собственному желанию. А вот в кулуарах говорили, что все же ей было сделано предложение завершить работу в Доме Советов. Нефть в Бузулукском Бару может перейти к новому собственнику. По данным портала Росбизнес-Колсталтинг, появился новый желающий купить антипинский нефтеперерабатывающий завод, заявивший о своем банкротстве. С его долгами и правами. Это акционер самого завода. И свое предложение он внес уже Сбербанку. Три дня назад с таким же предложением выступила петербургская компания СИБА «Нефтегазпереработка». К слову, петербургская компания заинтересовалась не только самим заводом, но и месторождениями в Оренбургской области. Напомним, антипинский нефтеперерабатывающий завод появился в регионе больше четырех лет назад. Общественность информацию о добыче нефти в Бузулукском Бару тогда восприняла очень остро. Представители правительства и нефтяники проводили беседы, возили на место журналистов и заявляли, что добыча нефти стартует в 2018 году. За это время ни депутатские запросы, ни требования экологов и экспертов услышаны не были. По последним данным, сейчас подготовлены документы и проекты для работы на трех скважинах. Очевидно, смена собственника не аннулирует работу по добыче нефти в Национальном парке. Научный руководитель Института степи Александр Чебелев в одной из наших программ отмечал, что в 80-е был опыт, когда нефтяникам не удалось начать добычу нефти. Общественность воспротивилась, и представители бизнеса вынуждены были остановиться. Сейчас пока удается договариваться, чтобы не вырубали реликтовые деревья и не бурили новые скважины. А эксперт нашей программы, предприниматель, экс-депутат Госдумы Максим Щепинов считает, что все вместе жители Оренбуржья просто уступили чиновникам из Москвы. Я, например, прекрасно понимаю, что это битва, которую проиграло и правительство Оренбургской области, депутаты различных уровней, кстати, и региональных, и федеральных уровней от Оренбургской области и населения Оренбургской области. И проиграли мы эту битву федеральному министерству, федеральным чиновникам. Дело касалось Бузулутского бора, но это действительно, скажем так, уникальное место для жителей Оренбуржья, тем более для жителей западного Оренбуржья. Когда принимались эти решения, и все разводили руками, и говорили, что мы ничего не можем делать, это федеральный центр, ну, необходимо было выходить с массовыми акциями протеста, и чтобы мы увидели что-то подобное, что сейчас, например, происходит в Екатеринбурге. Дело бывшего градоначальника и его зама вышло на финишную прямую. Предположительно, уже в июне начнется процесс над экс-заместителем главы города по градостроительству и дорожному хозяйству Геннадием Борисовым. Рассмотрение дела самого бывшего мэра Евгения Арапова, вероятно, состоится в августе. По мнению экспертов, следствие планирует использовать признание и приговор Геннадия Борисова как еще одно доказательство в деле Арапова. Руководителей города задержали в августе прошлого года. Геннадия Борисова приняли под белые ручки в выходной день. Позже пришли в железнодорожную больницу, где экстренно проходил лечение Евгения Арапова. Борисов казался гораздо разговорчивый и признал все обвинения. До сотрудничества со следствием чиновник быстро переехал в следственный изолятор по домашний арест. Тем временем Евгений Арапов в городах хранил молчание в изоляторе лишь в начале января его перевели под домашний арест. Бывшего мэра обвиняют сразу по четырем эпизодам. Борисова вменяют только одну взятку. Речь идет о 400 тысячах по версии следствия, полученных от директора УКС «Инвест» Александра Ершова. Еще одну взятку, по мнению следствия, Евгений Арапов получал в мае-июне в виде права на имущество. Уличили следователи экзаградоначальника и в незаконном предпринимательстве. Якобы 6 лет Арапов, будучи главой, через доверенное лицо управлял коммерческой фирмой, занимавшейся предоставлением в аренду муниципальной недвижимости. Не отказался, по мнению следствия Евгений Арапов, и от взятки от общества «Статус» в виде двух квартир по улицам Карагандинской и «60 лет октября». Букет предъявленных Евгению Арапову обвинений тянет на тюремный срок до 15 лет с крупным штрафом. Тем временем экс-мэр вины не признал. В органах считают, что суд по Борисову будет скоротечным, а вот процесс по делу Арапова может продлиться больше полугода. Сейчас короткая реклама, не переключайтесь. И мы продолжаем. В Заречье после недельной засухи пришла вода, однако ее качество и напор селян не радует. Напомним, в минувшую пятницу доведенные датчане-зареченцы устроили стихийный митинг у местной водоснабжающей организации под названием «Нова». Мы платим обеспечить достойное водоснабжение. С таким требованием десятки жителей Заречья собирались у офиса фирмы. Нештатная ситуация произошла из-за возросшего в три раза водопотребления в начале мая. Тогда стояла аномальная жара. Насосы не выдержали. Компания неделю искала им замену. К пятнице насосы были смонтированы и началось заполнение 24-х километровой системы трубопровода и накопительных емкостей. В доме Ольги Анатольевны, у которой мы побывали в пятницу, вода тонкой струйкой пошла субботним вечером. Тем не менее, пить ее она опасается. Люди по-прежнему возят бутыли из города. Наполив огорода, напора не хватает. Компании нового говорят, что напор усилится, как наполнится емкости. Однако ждать этого, вероятно, придется долго, ведь в летние месяцы добавляется полив. Заречницы с тревогой ждут летнего зноя. Если авария случилась, то она может повториться. В поселке полторы тысячи домовладений, а вот расчет водопотребления, вероятно, был сделан ошибочно, предполагают жильцы. Водоснабжающие компании принесли извинения и пообещали сделать перерасчет платежей. Кто ответит за ущерб? Оренбуржец уже около года пытается добиться компенсации от администрации города. В 2018 году произошел пожар в расселенном доме, который находится по соседству. От огня пострадало и частное жилище мужчины. Фасад здания пришел в негодность. Если сначала в мэрии пообещали восстановить внешнюю отделку, то теперь отказываются выполнять работу или платить деньги. Наталья Голикова разбиралась в ситуации. В 2018 году в Оренбурге прокатилась череда пожаров в расселенных домах. Такую закономерность вряд ли можно было списать на случайность. Люди стали подозревать, что так в городе ведется плановая работа по ликвидации зданий, не требующей обложений. Тогда жители частного сектора на улице Полигонной, боясь бедствия, просили мэрию снести брошенную по соседству постройку. Защиту искали даже у президента, записав коллективное обращение. Но ЧП избежать все же не удалось. 24 июня 2018 года произошел пожар, расселенный в двухэтажке. И в результате чего, вот этого пожара, пострадал мой частный дом. Из-за сильного жара от огня сайдинг дома Игоря с кулака оплавился. Мужчина попросил мэрию или возместить ущерб. По оценкам экспертов он составил 173 тысячи рублей. Или же восстановить былой облик жилища. Они когда пообещали, что мы восстановим, все, приехали, дали двух рабочих. Они все ободрали. И вот, в результате все на куче. А теперь они отказываются. В общем, не было здесь ничего, мы не виноваты. И вообще я не знаю, что дальше делать. Никакого возмещения никак. Уже год прошел, сейчас опять лето пройдет. Вы видите, что с домом. Погорелец вынужден был искать правду в суде. Однако там мэрия сообщила, что пожар – это результат поджога. Виновные лица хоть и не найдены, но ответственность за содеянные, как и ущерб на них. Администрация, оплатители выполнять работы не обязана. Кто хотел, мог и зайти туда, ничего здесь не было. Но дело в том, что как вот это сгорело и пострадал мой дом, они на второй день прям сразу начали вести работу. Начали здесь ямки, это, загородки строить. А до этого никакого движения не было. Теперь мужчина в суде пытается доказать, что халатность мэрии привела к ЧП. А именно, что контроль, по сути, за городским имуществом не осуществлялся. Стоит отметить, что когда в 2018 году горел расселенный дом на улице Цвилинга и также пострадало соседнее здание, в котором проживали три семьи, администрация восстановила дом без каких-либо разбирательств. Ситуация одна, а вот исход разный. Мы направили запрос в ЖКХ города с просьбой прокомментировать ситуацию, а также рассказать, почему дом тогда, в 2018 году, не снесли, если опасность возгорания уже существовала. А также, почему одним восстановили жилище, а с другими приходится судиться. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели троих человек. В поселке Адамовка загорелся жилой дом. Огнеборцы боролись с пожаром в ночь на 19 мая. В доме обнаружили тела троих человек. Сообщается, что это пенсионерка, хозяйка дома и двое ее детей. О других происшествиях расскажем далее в ориентировке. Марихуановые плантации в квартире. Полицейские разоблачили криминального ботаника. 33-летний оренбуржец попался стражем порядка с 5 граммами конопли. Придя к мужчине домой на обыск, полицейские увидели дивные кущи наркосодержащего растения. За своим огородом аграрий бережно следил. Оборудовал вентиляцию, освещение, полив. Все по науке аккуратно. Даже тюлевые занавески повесил, вероятно, для лучшего микроклимата. Чего не скажешь о бытовой обстановке. С какой целью выращивали наркотические вещества? Аппетит и размах агронома полицейских впечатлили. А вот искренность мужчины люди в погонах ставят под сомнение. Было изъято более 1 килограмма марихуаны, что является крупным размером. Также 53 куста растений конопли, оборудование на общую сумму более 200 тысяч рублей. И денежные средства в размере 30 тысяч рублей. Агробизнес криминальным уклоном полицейские квалифицировали по статье незаконное изготовление хранения наркотиков. Ботанику грозит до 10 лет тюрьмы с полумиллионным штрафом. Силовики провели рейд в пригородном. Полицейские при поддержке ОМОНа прибыли на одну из строек. При проверке документов у мигрантов обнаружили нарушения в их оформлении. Почти 30 человек были задержаны и доставлены в отдел полиции. 29 граждан, в документах которые были выявлены нарушения, доставлены в отдел по вопросам миграции Межмуниципального управления МВД России Оренбургской для дальнейшего разбирательства. В результате проведенных проверок за нарушение миграционного законодательства составлено 29 административных протоколов в отношении иностранных граждан. Четыре авто в одном ДТП. Авария произошла на Нежинском шоссе в районе Жилгородка. Предварительно установлено, что 31-летний водитель Нивы не выдержал дистанцию и врезался в Рено Сандера, а после столкнулся и с Ладой Грантой, которая от удара улетела в Сканию. В лечебное учреждение обратилась только женщина-водитель Рено Сандера. По факту ДТП проводится проверка. Окунуться в культуру оренбургцы смогли в минувшую субботу. 18 мая в Оренбурге прошла Ночь музеев. Акция запомнилась обширным количеством ярких мероприятий и большим количеством посетителей. В этом году акция прошла уже в 13-й раз, и тематика была Год театра. Все мероприятия начались в 18 часов и продлились до позднего вечера. Культурно просветиться оренбургцы смогли в Краевеческом, Изобразительном музеях, Музее истории Оренбурга и многих других. Также мероприятия прошли в областных районах. Были разыграны театральные представления, устроены выставки и мастер-классы. К примеру, в Сорочинском городском округе подвели итоги конкурса творческих работ, в котором принимали участие и дети, и взрослые. В Министерстве культуры добавили, что в этом году мероприятие стало очень масштабным и запоминающимся событием. Количество посетителей в этом году в разы превышает показатель прошлого года. В 2018-м мероприятие посетило полторы тысячи человек, а в этом более пяти. А насколько часто оренбургцы посещают музеи? Сегодня мы решили узнать у них об этом. Вот только когда позавчера была акция в ночь в музее, мы не только ходили, но принимали активное участие. В музее вот, да, очень давно. Совершенно, наверное, года три назад. В музее я хожу раз в месяц. Ну, иногда бывает. Часто? Ну, не часто. На это время не бывает. Ну, получается, здесь и не были, в Оренбурге. Хоть и живем. А в других городах уходим. Оконная компания втянула в долги пенсионерку. Ошибка в показаниях прибора учета. Может стоить 3000 рублей переплаты. И кто потерял паспорт, знает. Наш дежурный по городу. Наталья Голикова расскажет обо всем подробнее. В Новосергиевке оконная компания втянула в долги пенсионерку. Сотрудники организации «Сельхозстрой» пришли к 70-летней женщине, когда та была одна дома. И навязали кредит на сумму порядка 200 тысяч рублей. Это при условии, что ее пенсия составляет порядка 8 тысяч рублей. За эти деньги ей должны были поменять 6 окон. Причем Оренбурженьке имеется ряд серьезных заболеваний. Она часто теряет сознание. Она даже не помнит, как подписывала документы. Родственники, узнав о произошедшем, обратились в эту компанию с претензией. Но расторгнуть заключенный договор оказалось-то не так-то просто. Они в любом случае вынуждены выплатить неустойку 50%. Теперь родные намерены обращаться в суд. Также в таких случаях нужно обращаться в Роспотребнадзор. Будьте бдительны сами и объясняйте пожилым людям о возможных подобных ситуациях. Ошибка в показаниях прибора учета серьезно ударила по карману. Валентина Петровна больше месяца находилась в больнице. Пожилая женщина попросила соседку передать показания за электроэнергию. Но та ошиблась и получилась на 900 кВт больше. В итоге вместо примерно обычной суммы в 300 рублей, ей выставили счет на 3000 рублей. Оренбурженка на костылях плохо ходит. Валентина Петровна вызвала специалиста домой, чтобы тот сверил показания еще 26 апреля. Но до сих пор к ней никто так и не пришел. Валентина Петровна переживает, что теперь она будет в должнице. Мы обратились в «Энергосбыт плюс». Там нам сообщили, что заявка находится в работе. Сегодня ее взяли на контроль. К ней обязательно в ближайшее время придут специалисты. И теперь немного о находках. Галина в районе перекрестка улиц Яицка и Чечерина нашла документы. Паспорт из НИЛС на имя Федосеева Валерия Анатольевича, 1964 года рождения. Контакты Галины есть у нас в редакции. Мы подскажем, как забрать утерянное. Звоните и вы. И если вам есть чем поделиться с дежурным по городу, телефон указан на экране. Победа на выезде. Футбольный клуб «Оренбург» в субботу встречался в Уфе с местным клубом. Счет «Оренбург» сооткрыли на 15-й минуте. Рикардо Алвиш отправляет мяч под перекладину. Несмотря на свой высокий рост, голкиперу уфимцев не удалось достать мяч. Следующий гол зрители увидели во втором тайме в исполнении Даниэля Мишкича. Несмотря на достаточно много острых моментов, распечатать ворота «Оренбурга» Уфа так и не смогла. 2-0. На сегодня «Оренбург» находится на восьмой строчке турнирной таблицы. В активе 40 очков, 11 побед и столько же поражений. В первой тройке «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». 26 мая в рамках заключительного матча в этом сезоне «Оренбург» примет на своем поле «Московский Спартак». И в конце выпуска информация для наших зрителей. Много звонков поступает в редакцию от обеспокоенных «Оренбургцев», которые задают вопрос. Будет ли работать Орен-ТВ после 3 июня? Отвечаем. Будет. Оренбург попало в четвертый этап отключения аналогового вещания. Оно запланировано на 14 октября. Но, как подсказал мне мой руководитель, когда я готовил эту информацию, и после 14 октября мы по-прежнему будем работать. Так что смотрите наши новости, а мы будем стараться и дальше работать в привычном для вас режиме. На этом все. До встречи на Орен-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова